Здравствуйте! В эфире программа «Чрезвычайная ситуация» и сегодня я ее ведущий Евгений Побловец. Парень с топором зашел в Минский гипермаркет и начал убивать людей. Погибла женщина. Данные предварительного расследования таковы. В 2014 году он проходил лечение в психоневрологическом диспансере. И хотя парень родился в достаточно обеспеченной семье, он был предоставлен самому себе. Мать и сестра в Белоруссии не проживают. Отец хоть и живет в Минске, но отдельно от сына. Другой трагический случай произошел в Гомельском районе. Парень убил учительницу. Подозреваемому 17 лет. Он нанес своей жертве 17 ножевых ранений. Следствие считает, что преступление было совершено из корыстных побуждений. В последнее время такие случаи у нас не редкость. Что происходит в нашем обществе? Новая волна убийств это следствие ухудшающейся экономической ситуации? Или просто роковое стечение обстоятельств? Что нам на этот счет говорит статистика? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить сегодня в нашем специальном выпуске программы «Чрезвычайная ситуация». Меня зовут Евгений Побловец и я представляю сегодняшних наших гостей. Евгений Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома. Сергей Сухоруков, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ОВД Гомельского облсполкома. И Юлия Краснобаева, психолог медицинского центра «Детский доктор». И первый вопрос у меня будет к Сергею Алексеевичу. Сергей Алексеевич, на данный момент статистика по этому виду преступлений, она какова? Это действительно превышает все прошлогодние показатели, прошлых лет? Или просто единичные случаи, которые вот так совпало, что вот именно в это время случились? Вы действительно правильно сказали, что это на данный момент, это и было всегда, так это единичные случаи. Но, к сожалению, за единичными случаями происходят это судьбы и, к сожалению, жизни наших граждан. Статистика вещь упрямая. И поэтому в этом году действительно у нас произошел рост особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетним, таких как убийства. Если в прошлом году таких преступлений допущено не было, то в этом году это уже Гомельский район, это второй факт. Но вот в целом по области это 11,4%. За сухими цифрами что стоит? Это действительно ситуация превращается в чрезвычайную, выходит из-под контроля. Вот какова ваша оценка как профессионала? Само совершение тяжких и особо тяжких преступлений это уже проблема для общества и, как говорится, набат. Поэтому сказать, что рост либо снижение нельзя. Если эти преступления совершаются в нашем обществе, это уже проблема. Практически каждое преступление расследуется, внимательно проводятся мероприятия и рассматриваются причины. В первую очередь выясняются причины этого совершенного преступления. Но о причинах мы поговорим чуть позже. Евгений Геннадьевич, из вашей практики вам доводилось в такой ситуации, чтобы в течение одного-двух месяцев было так много резонансных случаев с участием несовершеннолетних? Если говорить про ту ситуацию, которая складывается на территории Гомельской области, то первое преступление было совершено в начале года. Но преступление, которое совершено в подростком Гомельском районе, это осенний период. Поэтому везде происходят вот эти преступления, не только в нашем регионе, но и в других. Здесь всегда приводится пример города Минска. Я думаю, что здесь именно средства массовой информации, которые много внимания уделяют данным преступлениям, и поэтому они имеют такое резонансное звучание. То есть вы все-таки считаете, что это в какой-то степени идет нагнетание со стороны журналистов? Я не хочу сказать, что это нагнетание, просто это тема, которая хорошо анонсируется средствами массовой информации. И я так понимаю, что и в обществе какой-то интерес проявляется к данным преступлениям. Понятно. Юля, к вам вопрос. Насколько я знаю, ваши основные клиенты – это подростки несовершеннолетние. Скажите, пожалуйста, по вашему опыту работы, современные подростки, они все-таки отличаются от подростков, допустим, 5-10 летней давности? Это уже другие люди, у них какое-то другое мировоззрение, они как-то по-другому смотрят на мир? Дело в том, что мир не стоит на месте, и то, что было 5 лет назад, и сейчас этого нет, появляются новые технологии, новая информация. И понятно, что дети стараются, подростки стараются за этим всем угнаться, чтобы быть в теме. И да, интересы меняются со временем. Они, не могу сказать, что становятся хуже или лучше, они просто другие. Понятно. Давайте тогда разберемся в причинах этих происшествий. Что толкает подростков на совершение преступления? Ну, если говорить о первом убийстве, совершенном несовершеннолетним, то это пьянство. Убийство произошло во время распития спиртных напитков. Что же касается второго убийства в Гомельском районе, в ходе проведения проверки было выяснено, что этот несовершеннолетний своей соседке, которой работала учительницей, как мы все знаем, был должен определенную сумму денег. И вот в его голове создал такой план, чтобы не отдавать эти деньги и совершить это тяжкое преступление. Ну, то есть вот эти две причины, что вы озвучили, это основные причины всех таких преступлений за последние несколько лет, да? Пьянство и алжа. Практически это одно из самых основных направлений. Дмитрий Ильич, насколько я знаю, вот этот подросток, он вроде как бы был в поле зрения специальных служб, был на контроле, который убил учительницу, и все равно преступление было совершено. Где мы, в чем мы не дорабатываем. Вы понимаете, на контроле субъекта профилактики он был, но он не был на контроле у родителей. Почему-то родители отказались от участия в его жизни, потому что и было оказано содействие в том, чтобы он обучался на курсах, он получил профессию, он проходил практику на одном из предприятий, но затем, после окончания контракта, он уволился с надеждой на то, что он будет иметь другую работу и получать большие деньги. Но никакой работы ему высокоплачиваемое не подвернулось, и, соответственно, он жил какой-то надеждой на то, что в скором времени он может уехать в Российскую Федерацию для того, чтобы там получать определенные средства. – Никита Иванович, вы очень важную тему затронули. То есть, если правильно понимаем, со стороны государства делается, ну, если не все, то многое, да? И за подростками наблюдаете, помогаете, трудоустраиваете. Со стороны родителей нет внимания, да? И вот, Юля, как часто происходят такие ситуации, что из-за того, что родители не обращают должного внимания к своим детям, дети потом впоследствии либо психически начинают заболевать, либо идут на совершение каких-то преступлений. Вот можете как-то пример нам привести такие ситуации? – Это бывает такое в основном и, ну, в одном из, скажем так, основных причин того, что происходит, естественно, является то, что родители не участвуют в жизни. Но говорить, скажем так, психические заболевания не возникают не вследствие того, что родители, да? То есть это немножко другая область. Здесь важно отметить то, что если взять подростка, чем сложен этот период, почему он важен настолько? Потому что именно в этот период он должен себе ответить на самый важный, наверное, вопрос в жизни, да? Это кто я, на что я способен, что я себя представляю? И, естественно, составить свою систему ценностей и координат. И первое, где он берет, скажем так, азы, вот этот вот фундамент, это является семья. И второй момент, он уже сравнивает, пропускает через себя уже ценности, которые извне нам даются, да? То есть это социум, это образование, тот же интернет. Поэтому, когда родители в этот сложный период просто не участвуют, либо игнорируют, К сожалению, вот, да, все истории, которые вы нам сегодня, да, озвучили, всегда есть сноска на историю, которая была до, да? То есть есть родители, но не живут вместе, да? То есть ребенок предоставлен сам себе. Есть родители, но они решили не участвовать в сложившейся ситуации, и он остался наедине с решением. Хорошо. Евгений Геннадьевич, вот по вашей практике, те правонарушения, которые совершают подростки, это подростки, которые без родителей живут, воспитываются, либо которые в полных семьях, но, получается, без внимания родителей? Ну, вы знаете, портрет есть несовершеннолетнего, который совершает те или иные виды преступлений и правонарушений. В основном это деформированные семьи, там, где воспитанием занимается один из родителей. Это чаще всего семьи, там, где родители не работают, потому что в последнее время такая ситуация, что те подростки, которые совершают кражи, хулиганку или какие-то другие преступления, родители не работают. Или употребление алкогольных напитков тоже очень часто тем сводкам, которые предоставляются нам в управлении внутренних дел, оно видно, что родители, мать находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, или, соответственно, один или двое родителей нетрудоустроены. Поэтому вот такая ситуация, которая зачастую толкает подростков на совершение тех или иных видов правонарушений. Евгений Иванович, а вот такие случаи, когда вы начинаете вникать в предысторию того, что же предшествовало совершению правонарушения, что, как правило, говорят родители? Что говорят подростки? Вы знаете, что мы стараемся все-таки установить причины и условия, способствовавшие совершению того или иного преступления. Например, если в сфере незаконного оборота наркотиков, то зачастую это неблагополучная семья, когда ребенку мало было уделено внимания. То есть родители упустили, что бы потом они не делали, что бы они не предпринимали при помощи субъектов профилактики, все равно уже трудно ребенка поставить на нормальные рельсы. И это приводит к совершению именно преступления, о которых я говорил. Давайте опять мы немножко статистики. Как часто наши подростки за последние годы стали заниматься незаконной торговлей, избытом спайсов от наркотиков? Действительно, в этом году, к сожалению, нами обнаружено в интернет, в сети интернет, 15 интернет-магазинов по распространению наркотических веществ. В УВД создано специальное подразделение, которое ежедневно практически контролирует эту ситуацию. При выявлении таких интернет-магазинов, по каждому факту, по всей цепочке мы проводим мероприятия и практически доходим до каждого звена. От непосредственных операторов этих магазинов до непосредственных исполнителей, так сказать, закладчиков, либо сбытчиков. Потому что мы читаем, я смотрю, что там основной, скажем так, процент тех молодых людей, которые задерживаются, это подростки. Совершенно верно. Которые тем или иным способом пытаются заработать, где-то в подсознании, наверное, не понимая, что в последующем их ожидает. Первостепенно реализация продажи наркотических веществ, это, конечно, корыстные побуждения этих несовершеннолетних. Спасибо, Юля. У меня вот сразу тогда уточняющий вопрос. А как вести себя, как быть вообще родителем? Все же мы понимаем, подростки, да, вот они смотрят у соседа по партии, у него классный там мобильный планшет, я такой же хочу, да? А родители, например, действительно зарабатывают, может быть, немного, и нет возможности вдовлетворить вот это желание подростка. Как психологически выстраивать взаимоотношения со своими детьми так, чтобы и ребенку было хорошо, и чтобы вот, ну не дай бог, чтобы он не совершил потом каких-то необдуманных поступков? Ну, речь здесь идет о диалоге между родителем и ребенком. И, к сожалению, когда вот случаются такие моменты, да, преступления или какие-то там ЧП, родители вдруг резко начинают пытаться установить с ребенком контакт-диалог, да, когда до этого, в принципе, с ребенком никто ни о чем не разговаривал, что такое ценности, да, там, что такое твои желания. В результате получается, что ребенок не знает, что если есть желания, то их можно, да, допустим, как-то реализовать, и как это правильно сделать? То есть вы подводите к тому, что ребенок все-таки в какой-то степени копирует своих людей? В какой-то, в основной. Для ребенка, родителей, именно сама семейная ситуация, что такое ценности семейные, да, это то, что культивируется в данной семье, это взгляд на жизнь, это реакция на события в жизни, как родители реагируют на друг друга, на то, что происходит, да, то есть как это обсуждается в семье, какие выводы делаются, потому что те же фильмы, да, многие родители жалуются, вот давайте мы исключим, вот там, плохие фильмы, там, в интернете все закроем. Но вопрос ведь не в том, да, где-то все равно ребенок может увидеть что-то и прийти к родителю с вопросом, а как это, а что это, и что делать? И вот как родители в этой ситуации поведут, они скажут, а ничего, там, иди, да, или сядут и разберутся вместе. И тогда ребенок, по крайней мере, будет представлять, какие есть выходы, как это, на что это смотреть, и те же самые, там, фильмы жестокие и так далее. Можно все обсуждать. По Гомельскому этому случаю я потом посещал друга того подростка, который совершил убийство. И когда я зашел в комнату этого подростка, что я увидел? Значит, стоит телевизор, стоит видеоплеер и какие же фильмы, диски. Это все ужастики. Если этот подросток общался с тем подростком, который совершил убийство, то, соответственно, мы можем тоже видеть, в чем причина. И самое интересное то, что у этого парня есть еще младший братик. Я думаю, что этот младший братик детсадовского возраста, который тоже, наверное, смотрит эти фильмы ужастики. Был задан вопрос родителям, как вы на это смотрите, но что мы можем поделать? Поэтому здесь оно все закономерно, здесь оно все лежит на поверхности. Просто родители не хотят или не видят того, что происходит с подростками. Ну и, наверное, самое распространенное заблуждение у родителей, да, главное, чтобы ребенок был дома. Неважно, чем он там занимается, за закрытыми дверями в своей комнате, да, главное, чтобы он был дома. А ребенок потом начинает там с утра до вечера смотреть фильмы ужасов, привыкает к крови, привыкает к тому, что это нормально где-то, да? Ну, здесь можно говорить, ну, к сожалению, так складывается, да, что родители, многие считают, что воспитание – это контроль в основном, да, и критика. То есть это две такие, два момента, которые, то есть наказать и как-то, да, объяснить, что ты не прав. И почему-то подросток сам должен решить, как правильно, что правильно, вот. И в этой ситуации, когда как раз-таки подростковый возраст, основной вид деятельности – это общение. Ему надо общение для развития, это как воздух для них в этом возрасте. И когда родители, понятно, боясь того, что он выйдет на улицу, там, будет какая-то компания нехорошая, они закрывают все входы и выходы, и получается, что ребенок не может и опыт получить, и дома никто не разговаривает о том, да, как можно, какие-то, да, моменты важные для него обсуждают. Мало того, чтобы ребенок был дома, надо еще родителям контролировать, чем он занимается, особенно если это касаемо интернета и социальных сетей. Какая там идет вся переписка, вот надо это контролировать или нет? Вы, как специалисты, можете свою точку зрения на это высказать? Тема очень тонкая, потому что здесь речь идет, естественно, о каких-то более таких тонких материях, как доверие, и, то есть, у каждой семьи сложился определенный стиль, да, то есть, как они с ребенком договариваются, показывает ли ребенок переписку. Сложно сказать. Бывает, родители сами залазят, что-то устрашающее видят, и начинается гон, то есть, мамы часто жаловали, что там, вот он и матом там ругается, и начинаются очень жесткие рамки, правила, то есть, да, крики, скандалы, ссоры. Запреты, они, по крайней мере, никогда не приводили к какому-то конструктивному пути, да, после которого ребенок и мама, они переходят на новый уровень. Сергей Сергеевич, вот та ситуация, которая произошла в Минском гипермаркете, вы ранее обозначали, что основные причины, которые приводят к совершению правонарушений, это пьянство и жажда наживы, алчность, да? В данной ситуации молодой человек взял бензопилу, начал резать людей, то есть, как бы не просматривается ни первый, ни второй момент, потому что он был трезвый, и какая там нажива, в общем-то, то есть, это вопрос чисто психологической сферы, да? Ну, как вы уже сказали, что этот человек, этот несовершеннолетний имел проблемы уже психического здоровья у него, до этого уже рассматривался, наблюдался. Ну, плюс, опять же, наверное, все-таки интернет дает о себе знать. В принципе, я считаю, что родители должны знать, чем занимается в интернете их несовершеннолетний ребенок. И если несовершеннолетний какие-то пароли, какие-то коды вставляет в свой компьютер, и родители, скажем так, не подпускает к этому, я думаю, что это уже звонок. Потому что одно дело, когда он просматривает видеофильмы и играет в какие-то игрушки, да, и другой момент, когда он занимается перепиской с кем-либо, получает какие-то сообщения, либо отправляет какие-то постоянные сообщения. Вот тут надо уже посмотреть родителям более внимательно. Но это вы, опять же, подводите, видимо, к ситуации по распространению спайсов. Совершенно верно. Там, как правило, организовано все через интернет, либо через мобильный телефон, да? Абсолютно верно. Хотел бы добавить, что очень опасно сейчас в социальной сети интернет в том плане, что у нас возбуждаются головные дела за распространение порнографии. И дело в том, что если брать Российскую Федерацию, там каким образом, то есть девочек посредством интернета заставляют раздеваться, демонстрировать, соответственно, свое тело, и этим кто-то пользуется. Наживаются те люди, которые имеют какие-то определенные цели. Поэтому хотел бы тоже сказать, что и для Беларуси, наверное, в ближайшее время это будет проблемой, и будут возбуждаться уголовные дела именно за распространение порнографии не только взрослыми, но и детьми. Но у нас, наверное, пока эти случаи носят такой, скажем, эпизодический характер. То есть человек где-то, может быть, не по незнанию, где-то он случайно поставил лайк какой-то, да? Где-то у себя на страничке какой-то ролик оставил, который может другой кто-то посмотреть. В итоге проводится экспертиза. Если признается этот ролик порнографическим, действительно возбуждается уголовное дело. Ну, это вот мы говорили про случайность, у меня вот вопрос к Юле, а как родителям понять по поведению своего ребенка, что где-то как-то ситуация выходит и стандартной, и становится опасной? Я вам скажу сразу, что родители, которые знают, как их ребенок дышит, чем он дышит, как он живет, да, чем он интересуется, что ему интересно, то какие-то изменения в поведении, они будут. И мамы, которые приходят, говорят, вы знаете, вот последние там два месяца, вот как-то вот она по-другому, да, она стала более скрытная. Ну, мама, главное, да, есть такое понятие, как функциональность, то есть родители очень часто воспринимают детей как функцию. Поел, убрал, вовремя пришел, сделал уроки, получил хорошую оценку, молодец, галочка, иди гуляй, да. Ну, отчасти, да, опять же, это продиктовано занятостью, какими-то моментами, но нету вот это вот, как потом приходят родители, говорят, мы потеряли близость, мы не понимаем друг друга, вот, и здесь единственная какой-то рекомендация или совет, это все-таки, ну, мамам начинать не тогда, когда уже что-то происходит, да, а до мам тех, у которых дети сейчас маленькие, да, все-таки смотреть, жить вместе с ребенком тем, что интересно, не только, допустим, вам, хотя многие родители сами ничем не интересуются, и детям не могут привить какой-то способ того же досуга, да, или каких-то моментов, посмотри, вот там интересно, вот там интересно, и не просто рассказывать, а делать. И мне кажется, еще, наверное, очень важный момент, с ребенком, с подростком надо говорить как со взрослым, на одном языке надо пытаться с ним говорить, правильно? Знаете, да, но это очень сложно, потому что родителям самим сложно преодолеть этот барьер того, что, оказывается, он тоже может какие-то умные вещи говорить, и вот этот вот барьер того, что ребенок уже не 6 лет, не 7, и те методы, которые работали с детьми, там, 9-10 лет, да, они уже не работают с человеком, который рядом с тобой одного роста, если не выше на голову, да, и говорит какие-то дельные вещи. Подростковый возраст – это не просто трансформация самого ребенка, это прежде всего трансформация семьи. У меня вот вопрос к Евгению Геннадьевичу. По статистике тех случаев, которые регистрируются у нас в Гомельской области, как часто правонарушения совершают подростки из вполне обеспеченных, нормальных, полноценных семей? – Вообще фиксируются такие случаи? – Фиксируются. Каждое преступление, правонарушение, мы берем, в частности, это в состоянии алкогольного опьянения. Да, есть подростки, у которых родители работают на той или иной должности или в какой-то организации, в учреждении. И мы тогда сигнализируем руководителям этих предприятий и организаций о том, что не все благополучно, в частности, в организации работы с родителями, которые работают на этих предприятиях, в организациях, по воспитанию своих детей. – Я подвожу это в развитие того, что говорила Юля. То есть потом родители, когда происходит какая-то чрезвычайная ситуация, они потом удивляются. Вроде говорят, да, нормальный ребенок был. – Одета, бут, что еще надо. – Да, что еще надо. – Потом раз, и совершается преступление. И для многих родителей становится это как гром среди ясного неба. – Ну, вы знаете, что преступление преступлениями, но нас беспокоит то, что подростки выпивают, употребляют алкогольные напитки именно из благополучных семей. – Я думаю, сведомо, или, по крайней мере, родители знают про это, но как-то, может быть, не реагируют никак, да? – У них есть деньги, у них есть финансовые средства, которые они могут потратить на то, чтобы приобрести алкоголь. И мы иногда, когда по сводкам смотрим, что употребляют даже коньяки, мартини и другие дорогостоящие алкогольные напитки. – Начинается все банально в застолье, да? – Пригуби шампанского, там, ну что тебе от этого шампанского? Вроде праздник, да, день рождения. – Да, когда-то надо уже начинать, смотреться взрослым, да? – Нет, причем, если пьется вот коньяки или какие-то боли, это не считается пьянством. – Это… – Благородный напиток. – Да, да. – Ну, задерживаются они так же, как и из-за употребления пива или водки. – Конечно, и пьет, к сожалению, и от коньяка, и от других напитков одинаково. – Да, да, но тот посыл, с которым это происходит, да, то есть они сами считают, что они не сделали ничего такого, что потому что… – То есть это чисто водопсихология, да? – Да. – Что нам надо сделать для того, чтобы наших детей уберечь от каких-то чрезвычайных несчастных ситуаций, чтобы ни с ними это не случалось, ни они, тем более, не совершали этих преступлений? – Вот ваши советы, как профессионалов? – Прежде всего, быть в диалоге с ребенком, не откладывать, если вы видите, что-то начинает вас тревожить, не ждите, что оно само пройдет, да, если вы видите изменения, вы сразу обращаетесь за помощью. – Евгений Григорьевич, по вашему опыту, какие можно дать советы родителям? – Вы знаете, что каждое преступление, правонарушение, каждая гибель ребенка, она расследуется, проводится анализ, устанавливаются причины и условия, и поверьте мне, что каждый родитель должен знать, что если его подросткам что-то совершено противоправное, то на то есть какая-то причина. Поэтому эту причину надо искать где-то внутри, внутри своих отношений с подростком, внутри отношений, которые складываются в семье. – Сергей Алексеевич? – Я думаю, что только совместная работа, ведь у нас на данный момент достаточно субъектов профилактики, которые могут тем или иным способом влиять на этого несовершеннолетнего. И если, в принципе, со всех сторон все подключатся и, скажем так, правильно выполнят свои функции, свою работу, то я думаю, что положительный эффект мы поимеем. – На этом все. Вы смотрели специальный выпуск программы «Чрезвычайная ситуация». Меня зовут Евгений Побловец. До встречи. Берегите себя и своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова